Их пытали, и пытали ужасно. Ознакомьтесь с делом сети, как людей подвешивали на дыбу, пристегивали динамомашину к пальцам ног, пропускали ток. Дело сети – это самое кровожадное, самое беспрецедентное дело за последние годы. Если вы считаете, что это вас не коснется, вы глубоко ошибаетесь. Михаил, мы пригласили вас как одного из самых известных именно активистов. Сейчас тема щепетильная, все ее обсуждают, что анархистам дали сейчас такие большие сроки от 18 лет строгого режима и до 6 лет строгого режима. Вот то, что им сейчас вменяют, вы наверняка следили за процессом. Насколько сроки соответствуют действительно их деятельности или не соответствуют? Ну, конечно, то, что произошло в Пензе буквально недавно – это полный беспредел. То есть молодым людям, анархистам, людям либертарным взглядом, левым, дали огромнейшие сроки по сфабрикованному уголовному делу. Основным доказательством по этому уголовному делу являлись пытки, которые сотрудники ФСБ регионального применяли к ним во время следствия. Организаторы получили по версии следствия, это Шакурский и Пчелинцев, 18-16 лет. Другие ребята получили меньшие сроки, но тоже 10-12, то есть огромнейшие сроки. 7 человек в Пензе просто оказались со сломанными жизнями. То, что происходит сейчас в стране, я хочу поговорить, безусловно, дело сети – это, наверное, самое кровожадное, самое беспрецедентное дело за последние годы, если не за всю современную российско-политическую историю. Но то, что происходит сейчас в стране, это лишь одна из ветвей тех репрессий, которые происходят сейчас в российском государстве. Привлекаются и левы, и националисты, и либералы, и анархисты, и национал-большевики, и либералы, и либертарианцы. Российская репрессивная система раскручена сейчас по максимуму, и Пенза является такой определенной максимальной точкой боли, которую современные власти хотели показать, на что они могут пойти. Они готовы пойти на фабрикацию уголовных дел, они готовы пойти на пытки, они готовы выходить на вымогательство путем угрозы жизни родственников подсудимых. Людям абсолютно плевать. По этому уголовному делу изначально ФСБ говорило, что проходит огромная террористическая организация, которая уготовила террористические акты во время чемпионата мира по футболу. Но, безусловно, доказательства, которые были получены следователями, и это зафиксировано общественной наблюдательной комиссией, у людей были просто удары электротока, но на что следствие ответило, что это лишь укусы клопов, либо применялись электрошокеры только для того, чтобы заключенные не сбежали. Безусловно, это, конечно, беспредел. Я сразу должен оговориться, поскольку уголовное дело сейчас окончено, это террористическая организация, я к ней отношения не имею, и, безусловно, я не поддерживаю любые формы экстремизма или терроризма. Но хочу заметить, те репрессии, которые применяются, и то, что сделала власть Пензи, это только начало. Это угроза всему свободному гражданскому обществу в России. Угроза того, что для того, чтобы властям добиться признательных показаний в сфабрикованных уголовных делах. А я хочу заметить объективными доказательствами, предоставляющимися следствиям, это были якобы игра в страйкбол, в которую может играть любой простой молодой человек. Получение незаконных, внимание, незаконных навыков медицинской помощи. То есть у нас в стране нельзя уже законно получать навыки оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. И якобы какие-то собрания. У нас в стране запрещено собираться, играть в страйкбол, либо получать медицинскую помощь, либо учиться. И власти показали, что это действительно запрещено. И что любого молодого человека, если он перейдет дорогу силовым структурам, органам власти, партии идеи на Россию другим, к нему будут примены самые жестокие меры. То, что это произошло, это беспредел. И я хотел бы призвать сейчас всех зрителей, смотрите на дело в сети, поддерживайте ребят финансово, помогайте огласке этого дела. Это дело касается каждого из вас. То, что произошло с ними, может произойти абсолютно с каждым. Я думаю, мы немного перейдем к другим политическим заключенным. Мемориал официальный, это организация, которая публикует списки официальных политических заключенных в РФ, говорят о том, что их более 400. Но это только по официальной статистике. Сотни националистов гниют по сфабрикованным уголовным делам о возбуждении ненависти. Да, раньше власть боролась якобы с экстремистами, которые устраивали убийства либо какие-то нападения на мигрантов на улицах. Но сейчас людей сажают за репосты. Буквально сегодня мои товарищи Шалина Ольга Леонидовна, руководитель московского отделения партии и другая Россия, арестовали на 10 суток за пост в Инстаграме за значок серпом и молотом. Якобы о том, что это схоже до степени смещения с экстремистской символикой. Серп и молот теперь это у нас экстремистская символика. Сотни людей выходили на акции протеста и даже 1027 числа. Репрессивное московское дело. Да, часть людей арестовали и потом отпустили, но часть людей оказались в достянках. Часть людей оказалось полиповым обвинением за нападение на сотрудников реально в СИЗО и на реальное лишение свободы. Ростовское дело. Ребята состояли в чате в Телеграме. Небезызвестного, да, деятеля, которого я не поддерживаю, Вячеслава Мальцева, который призывал к противоправным действиям, считал то, что произойдет революция 5-го, 11-го, 17-го. Они лишь состояли в этом чате и 5-го, 11-го, 17-го вышли на пикет по ростовским погорельцам. Операция антр-ФСБ восприняли это как попытку свержения государственного строя и вменили им организацию массовых беспорядков. Состояние в чате и один пикет по ростовским погорельцам стоил ребятам 6,5 и 6,7 лет жизни. Азад Мефтахов, анархист, московский. Изначально ФСБ обвинял его в том, что он готовит взрывчатку и взрывы. Но потом они не смогли доказать его причастную к изготовлению взрывчатых веществ и присудили ему хулиганство якобы за нападение офиса Дина России. Узнал его тайный свидетель по выразительным бровям. Что это такое, если не политические репрессии? Наш товарищ Александр Аверин до сих пор сидит в тюрьме уже два с половиной года за то, что его добровольца Донбасса арестовали на границе и подбросили пистолет на КПП. Ни один вменяемый человек в здравом уме никогда не пойдет с пистолетом Макарова с шестью патронами через КПП. Александр рассказывал о том, что его отправили в камеру для временно задержанных, забрали сумку, принесли сумку, а в сумке потом оказался пистолет и шесть патронов. Я был на суде в Матвеевкургане, где как раз проходило следствие и потом суд по его делу. Я видел, как понятые, говоря о том, что они не видели, что было обнаружено в сумке, что сумка не находилась рядом с ним. Мы видим также десятки соратников Владимира Квачкова, которых пытают, которым подбрасывают оружие, пытаются сфабриковать уголовные дела. Мы видим какие-то религиозные организации. Современная система – это молох. Молох, который будет постоянно насыщаться и питаться новыми репрессиями. Они не остановятся сейчас ни перед чем. Крайне важно проявлять солидарность с этими людьми. Если вы считаете, что это вас не коснется, вы глубоко ошибаетесь. Власть сажает давно уже не только политических активистов. Раньше это касалось лишь наиболее активных людей. Сейчас это касается каждого из нас. Безусловно, легализация пыток и том, что вся сторона знает о том, что их пытали и пытали ужасно. Ознакомьтесь с делом сети, как людей подвешивали на дыбу, пристегивали динамо-машину к пальцам ног, пропускали ток. Это показатель запугивания. Мы можем вас пытать, мы можем показать вам, что вы ничего не стоите. Для этих людей нет определенного предела. Да, и раньше они применяли подобные методы, и раньше моих товарищей национал большевиков убивали. Антон Страдымов, Юрий Червачкин, многие другие были убиты, применяли меры физического воздействия. Но настолько жестокие пытки электротоком – это новый виток их репрессий. Они показывают, что любой человек, который будет пытаться строить какую-то самоорганизацию, а в дальнейшем, как только они уничтожат всю самоорганизацию, они доберутся для тех людей, которые имеют альтернативное мнение. Что мешает обществу защищаться, и почему оно активно не реагирует? В обществе до сих пор существует такой миф, что экстремизм и терроризм – это те статьи, которые не могут сфабриковаться. Если его обвиняют в чем-то, значит, действительно, человек что-то совершил. Но раньше не сажали за репосты, раньше не сажали за лайки ВКонтакте. Да, сейчас 282-ю декриминализировали, разжигали ненависть или вражды, но остались призывы к уничтожению экстремистской деятельности. Мой партийный товарищ Сергей Панарин за пост ВКонтакте с надписью «Пусть будет бунт» отсидел три года в колонии поселения за оправдание терроризма. 205.2 УК РФ. И, безусловно, конечно, это разрозненность масс. Люди не верят в свою силу, и попытки вот по делу Голунова, по делу Жукова как-то продавить, возможно, будут какой-то определенной надеждой. Многие люди считают, что все бесполезно. Но это бесполезно ровно до того момента, пока мы сами так считаем. Разрозненность общества всегда являются временной вещью. Мы видим, что молодежь становится более политизированной. Мы видим определенный рост политических организаций, и мы видим то, что во всей стране назревает определенный кризис. Этот кризис никуда не уйдет. Рано или поздно вера в собственные силы снова появится, и люди, например, наших предшественников будут самоорганизовываться и отстаивать свои права здесь и сейчас. Как можно, на твой взгляд, решить эту проблему? То есть должна идти более какая-то обширная информационная кампания с оппозиционной стороны? Безусловно, все, что ты сказал, верно. То есть должны быть и развитые политические движения, и информационная кампания, и достаточная активность самой пассионарной части общества. Но есть немаловажная вещь. Оппозиция должна прекратить рассматривать репрессированных как политрепрессированных какой-то определенной силы. Вот посадили, допустим, Жукова. А, я не либертарианец, я не поддерживаю его политические взгляды. Но мы могли дать реальный срок. Ребят по ростовскому делу, это вообще простые гражданские активисты, которые выступали против ростовских погорельцев. Шесть с половиной лет. Анархисты, которым дали огромные срока. Пока мы не сумеем защищать своих политических, да, безусловно, надо оппонировать, безусловно, надо дискутировать, безусловно, я всегда буду оппонировать своим политическим противником, оппонентом, недругом. Важно быть небезразличными и важно помогать. Да, в дальнейшем, безусловно, мы окажемся по разным сторонам баррикад. Но сейчас мы просто все окажемся в тюрьме, нас будут пытать. Разве этого мы хотим? Мы хотим благо своей стороны или мы хотим того, чтобы общество еще больше загнивало? Безусловно, различия играют важную роль. И нужно понимать, что различия очень сильно влияют на будущие стороны. Но когда людей пытают током, разве можно остаться безразличным? Большая часть аудитории, зрителей различных оппозиционных каналов, они больше обращают внимание на всякие там теории заговора, но не участвуют в реальной политической деятельности. С чем это может быть связано? Может, мы неправильно ведем пропаганду, говорим не о том? Большая проблема в теоретизированности. То есть, именно упор на теорию. Безусловно, теорию и идеологию изучать нужно. Но теория без практики, это как идея без дел. Это то же самое. Это оксюморон и атовизм, который себя отжил. Да, всегда нужно говорить о будущем страны. Должен быть идеологический стержень, базис. Нужно развиваться, изучать литературу, самосовершенствоваться. Но начав себя, если ты будешь саморазвиваться, ты, конечно, возможно, что-то принесешь в ближнему кругу. Но ты не сможешь нести ответственность за всю страну. И политически несут ответственность за всю страну. Крайне важно использовать практику, участвовать в акциях, выходить на улицы. Это крайне важно. Те люди, которые считают, что надо сидеть в марксистских кружках, ну, вы будете сидеть в марксистских кружках ровно до того момента, пока к вам сотрудники ФСБ с электрошокером не придут. Всегда надо помнить о том, что дела проверяются только на улице, на практике и возможностью самоорганизации. Именно над этим и нужно работать. И, безусловно, патриотическим каналам, патриотической публике не хватает определенной решимости. Вот эта вот любовь к теоретизированию, обсуждению каких-то непонятных вещей, она превалирует в патриотическом движении. Но она меняется, приходят молодые патриоты, люди разных взглядов, и эта смена вех рано или поздно произойдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!